Россияне приобретают недвижимость не только для улучшения своих жилищных условий, но и для того, чтобы не потерять свои сбережения. Недвижимость – это самый понятный инструмент инвестирования, и аналогов ему на российском финансовом рынке по сути нет. А потому вопрос о цене квадратного метра не теряет своей актуальности, и число сделок растет с каждым днем. О том, выгодно ли вкладывать рубли в метры, рассказал заместитель директора агентства недвижимости Константин Ермаков. Выгодно, однозначно выгодно, если мы рассматриваем это как долгосрочную инвестицию. Возможно, в какой-то определенный короткий промежуток времени цена может понизиться. Например, если мы возьмем 2008 год, всем известный мировой кризис, примерно около года-полутора лет цены понижались. Потом опять пошел стабильный рост. Есть среди россиян желающие вложиться в зарубежную недвижимость и подкормить тем самым чужие экономики. Предложений на этот спрос достаточно, и цены иногда ниже, чем на российские аналоги. Но управление заграничными активами отличается своими сложностями и сопряжено со множеством рисков. Здесь нужно знать законодательство каждой конкретной стороны, где покупается недвижимость. И их, особенно налоговое законодательство. Часто очень люди это не учитывают, и в конечном итоге оказываются еще и в минусе. Альтернативным вариантом для инвестирования может выступить коммерческая недвижимость. Можно вкладывать свои деньги в офисные помещения, производственные площади, складские помещения, но, по мнению экспертов, более эффективно приобретать жилые квартиры. Это позволит дополнительно заработать на сдаче их в аренду. Вкладывать деньги, конечно, выгоднее в квартиры, причем это желательно должны быть квартиры, не топ-класса. То есть стоимость их должна колебаться по ценам на данный момент от миллиона до двух, потому что есть такое понятие, как ликвидность. Выгоднее всего для долгосрочного инвестирования приобретать одна двухкомнатные квартиры. Это позволит в короткий срок при необходимости жилье продать. В будущем цены на недвижимость, по мнению экспертов, продолжат свой рост, а при наступлении кризиса цена может расти просто по инерции. Вклад сбережений в жилье, безусловно, хороший способ не только не потерять свои деньги, но и возможность приумножить свои капиталы. Артем Пупков, Андрей Томинов, События бизнес-среда.